Всем привет! Добро пожаловать в Болгарию! Спрашивали у меня, где эта наша собака замечательная? Сейчас попробуем ее позвать, загнать домой, если зайдет. Хунт! 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 Ага, где ты был? Вот она, наша замечательная собака, Штрассе Хунт. Муж называет эту собаку Штрассе Хунт. Она не сидит у нас закрыта. Теперь всегда наша калитка на распашку, потому что ей надо выходить гулять, иначе она вышибает забор. У нее собаки замечательная. Наши добрые соседи, все улицы ее кормят, отчего она, конечно, начинает округляться. Особенно новогодние праздники, было много косточек, и кому они доставались? Конечно же, этой чудесной собаке. А собака имеет гиперответственность. Вот видите, сейчас пришел он, лег тут. Только я зайду домой, он отправится охранять территорию улицы. Если, значит, погода позволяет, лежит он не у нас во дворе, а на улице. Ну, а если погода не позволяет, и дает дождь, он идет, конечно, ложиться в своем домике. Всех соседей сопровождает и в магазин, и на прогулке. Теперь никто не одинок на нашей улице. Это я вам о собаке рассказала. А так как я делюсь опытом нашей жизни в Болгарии, произошел у нас вот такой момент. Мы решили сдать обувь в ремонт. Я, конечно, была против, сопротивлялась. Как вы понимаете, лучше купить новую, чем ремонтировать. Но это моя политика. Муж мой был другого мнения, и сейчас я вам все расскажу и покажу. Итак, решили мы все-таки отремонтировать ботинки. Ну, а раз муж несет свою обувь в ремонт, я решила, что мою тоже надо отремонтировать. Сейчас сначала покажу, что и как сделали, и сколько мы заплатили. Значит, мой муж хотел, чтобы ему заменили, значит, ну, не заменили, а поставили вот здесь. Как это называется, я не знаю, профилактика. В общем, такую резиновую наклейку. И вот сюда поставили тоже новую запчасть. Так сделали на двух ботинках. Ну, а раз он понес, я решила, что вот здесь вот у меня начало отклеиваться. Я тоже сдам эти мои любимые зелененькие, подходящие под мою зеленую курточку. Тоже в ремонт. Но история имеет продолжение. Итак, за эти две пары мы заплатили. Значит, самое интересное, мне всегда так нравится наблюдать, как у человека идет такая ломка. А сколько же с нас, приезжих, которые не знают, сколько это все стоит в Болгарии, взять денег. И изначально речь шла вообще только об этих вот ботинках мужниных. И назвали первую цену столько, что я просто сказала, чуть-чуть добавим и купим новые. Тут же мастер передумал. И, значит, мы сторговались на том, что это будет стоить 27 лево. То есть, это значит, сколько? 13,5 евро. За вот эти мои ботинки, которые я просила только вот здесь подклеить. Тут, наверное, видно на камере. Вот их так подклеили. Сейчас они после ремонта. Сначала мне сказали, что это будет стоить 2 лево, то есть 1 евро. Когда мы пришли забирать их из ремонта, с меня взяли 4 лево. Ну, только смеюсь. Видимо, был перерасход клея. Но мы одели их только один раз. Но причем муж одел в этот день, и я тут же в этот день с ним одела. Значит, тут же мы не успели немножко пройти, как все вот это вот у меня отвалилось. У мужа... Так, сейчас я найду, где. Вот. У мужа здесь тоже все вот это отвалилось. Мы пошли, заклеили их еще раз. С нас уже, конечно, деньги не взяли. Очень удивились, что мы пришли. Но история эта имела продолжение, потому что, видимо, теперь мы с этим мастером никогда не расстанемся. Ему нравится, что мы приходим. Ну, в принципе, мы приятные люди, я его понимаю. Но дело в том, что оказалось, я сейчас решила протереть мужу обувь, что опять вот здесь все отходит. Ну, на самом деле, не смешно уже. У меня, конечно, есть время ходить, но каждый раз ходить. И вот еще вот так интересно сделано вот здесь. Вот смотрите. Вы наверняка в России или где-то в другой стране носили обувь тоже в ремонт. Вот вообще-то, скажите, правильно сделано. И вот здесь уже тоже оно отклеивается. На каблуке, оказалось, тоже отклеивается. Видите? Вот так вот. Мой башмак при ближайшем рассмотрении. Ну, то же самое и с моим башмаком. Вот он начинает отваливаться. В общем, мне очень интересно, кто живет в Болгарии. Сколько вы за это платили? Также очень интересно услышать. Вот вы бы обувь сдали в ремонт или предпочли купить новую? Сориентирую вас по цене, да, кто не в Болгарии живет. В принципе, на скидке, на больших сейчас скидках новогодних до 50% они доходят. Можно купить за 60-70, может быть, даже за 50 лев, не евро, обувь. Нормальную из натуральной кожи обувь. Вот почему-то вот эти ботинки, вот эти любимые ботинки. Они польские, я смотрю, какая фирма их сделала. Вот эти любимые ботинки, они очень удобные, они так дороги моему мужу. Он решил их все-таки отремонтировать. В России у меня был опыт. Я покупала дорогие сапоги, по-моему, я их купила за 130 евро в другой стране. И относив их сезон, оказалось, что подуша почти отвалилась. И там ничего невозможно было сделать, потому что очень тонкая кожа. И мне меняли полностью подушу. Я заплатила за это 800 рублей. То есть, по тому курсу это получалось где-то 10 евро. Ну, сейчас чуть меньше по курсу, да. Сколько платите вы за ремонт обуви? Ремонтируете ли обувь или вообще выбрасываете? Как вы считаете? Что целесообразней? А поскольку речь зашла о бытовых услугах, поделюсь еще опытом. Мы ставили, скажем, у моего мужа есть вот такие часы, самые любимые. Вы же знаете, у мужчин все самое любимое, не расстаться с этим. Вот такие часы. Мы ставили батарейку. Они у него лежали очень долго. А потом я зашла, спросила у мастера. И мастер сказал, да, не проблема, скорее всего, дело в батарейке. Заплатили мы 8 лев. Шла она ровно 2 месяца. И потом часы опять остановились. Я сходила к мастеру, спросила, в чем дело. Говорю, может быть, сделать какую-то диагностику. Он поставил нам опять за 8 лев батарейку. И сказал, если эта батарейка тоже встанет, нужно будет менять механизм. То есть, скорее всего, что-то там с этим механизмом. И стоить это будет уже 70 лев. Но вот несмотря на то, что первая батарейка работала только 2 месяца, эта батарейка работает уже 4 и пока идут часы. Если будем менять механизм, обязательно все вам сообщу, расскажу. Вот такие наши небольшие новости. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И до скорой встречи. Пока-пока.